Полупроводниковый диод Полупроводниковый диод – это устройство, пропускающее электрический ток в одном направлении и не пропускающее в другом. На схемах диод обозначается вот таким значком. Ток в диоде течет от анода к катоду. В этой цепи последовательно соединены диод и галогенная лампа. Источник выдает постоянное напряжение 5 В. Подсоединим плюсовой красный провод к диоду, а минусовой черный провод к лампе. Лампа горит, ток течет по цепи. Но если поменять полярность подключения, лампа не горит. В этом направлении диод не пропускает ток. Чтобы понять, как работает диод, вспомним, что бывают полупроводники N-типа, в которых свободными носителями заряда являются отрицательно заряженные электроны, и полупроводники P-типа, в которых электрический заряд переносится положительно заряженными дырками. В диоде два таких полупроводника сплавлены друг с другом, становясь анодом и катодом. Электроны из полупроводника N-типа диффундируют через границу и заполняют дырки в полупроводнике P-типа. Точно так же дырки диффундируют в полупроводник N-типа и связывают свободные электроны. В результате на стыке двух полупроводников образуется область, в которой свободных носителей электрического заряда практически нет. Поэтому ее удельное сопротивление весьма велико. Подадим на анод минус, а на катод плюс. Такое включение диода в электрическую цепь называется обратным. Под действием внешнего электрического поля дырки будут притягиваться к аноду, а электроны к катоду. Толщина запирающего слоя увеличится, его сопротивление возрастет, и электрический ток от анода к катоду будет очень слабым. При прямом подключении диода плюс подается на анод, а минус на катод. Теперь внешнее электрическое поле будет выталкивать дырки электроны в сторону запирающего слоя. Так что его толщина и сопротивление уменьшатся, а электрический ток от анода к катоду резко возрастет. Чтобы снять вольтамперную характеристику диода, подадим на него напряжение, которое будет меняться от минус двух до плюс двух вольт, и измерим протекающий по цепи ток. Мы видим, что при напряжениях меньше 0,5 вольта диод практически не проводит электрический ток, а затем ток через диод резко возрастает с ростом напряжения. Промышленность выпускает великое множество разнообразных диодов, различающихся по своим электрическим характеристикам, устройству и назначению. Свойства диода проводить ток в одном направлении используются в выпрямителях, о которых мы расскажем в следующем фильме.